Здравствуйте, друзья! Предлагаем вашему вниманию обзор книжных новинок, поступивших в нашу библиотеку. Новая книга для любителей чтения – это всегда долгожданная встреча, масса интересных впечатлений и неизведанные приключения. Вас ждут книги разных жанров – волшебные сказки, фэнтези, детективы, комиксы, нестареющая классика, книжки-развивашки и книги для родителей по воспитанию и психологии. Огромное поступление фэнтези-литературы порадует любителей эльфов, магии и таинственных миров. Давайте познакомимся с интересными книгами, созданными мастерами этого жанра. Джонатан Энтони Страут – британский писатель, автор произведений для детей и подростков, мастер по части создания вымышленных миров. Авторский цикл «Агентство Локвуд и компания» – серия книг, наполненных захватывающими приключениями, опасностями, мистикой и юмором. Динамичный сюжет не дает заскучать, сразу вовлекает в чтение так, что не оторвешься. Герои, работающие в этом агентстве, ловят призраков и спасают от них Лондон. В первой книге серии «Кричащая лестница» Локвуд решил отправиться в старинный дом, который вот уже много веков населяют призраки и где находится знаменитая на всю округу «Кричащая лестница». Ночью она издает чудовищные звуки. Никто и никогда не выходил из этого особняка живым. Удастся ли героям остаться в живых и разгадать его тайну? «Ловец душ» – роман американского писателя-фантаста Фрэнка Герберта. Героиня отправляется в отпуск на остров Разум. Но то, что должно было стать веселым приключением в тропическом раю, обернулось настоящим кошмаром. Но, похоже, ее сюда привела судьба. Ведь теперь Харпер – ловец душ, тот, кто отправляет злых духов в мир иной. И если она не разгадает загадку острова и не остановит древнее зло, в опасности окажется весь мир. Для любителей детективов среди новинок тоже найдется много интересных и захватывающих историй. Например, серия книг про девочку-детектива Стеллу Монтгомери, австралийской писательницы Джудит Русселл. Стелла живет с ужасными тетушками в сырой и мрачной гостинице, где никогда не происходит ничего интересного. Но все меняется, когда Стелла сталкивается лицом к лицу с таинственными событиями и начинает собственное расследование. В книге Стелла Монтгомери и тайны подземного города девочка осваивается на новом месте. Тетушки отправили ее в интернат. Стеллу пугает это странное место. В комнатах холодно, а за малейшее нарушение правил их строго наказывают. Но ей невероятно везет. Она подружилась с двумя другими ученицами – Атильей и Агапандус. Подруги решают выяснить, что же творится в их школе, почему многие девочки ведут себя подозрительно, словно заводные куклы. Но вдруг пропадает Атилья, а Стелла и Агапандус находят записку с мольбами о помощи. Подруги решают во что бы то ни стало спасти Аттилью, даже если для этого придется выйти за пределы школы, что строжайше запрещено, и даже рискнуть жизнями. Получится ли у девчонок спасти подругу? Открывайте книгу и отправляйтесь на поиски Аттильи вместе с ними. Перед вами книги серии «Таинственные расследования» Саманты Вулф, американской писательницы Тары Эллис. Саманта Вулф и Элли Паркер – лучшие подруги. Они живут в тихом городке, ходят в школу и целыми днями и ночами переписываются в интернете. Но однажды выясняется, что девчонки – прирожденные детективы, и нет такой тайны, которую бы они не разгадали. Новое захватывающее расследование юных детективов в книге «Таинственное Рождество». На этот раз Саманта и Элли отправляются в гости к их подруге Сэнди, живущей в роскошном особняке. Девочки собираются вместе провести рождественские каникулы и мечтают о том, чтобы выпал снег. Они и подумать не могли, что столкнутся в этом прекрасном месте с мрачными тайнами и заговором против папы Сэнди, который занимается секретными разработками. Но кто-то мешает завершить ему проект. Сэнди просит разоблачить злоумышленника и не допустить банкротства папы. Сэм и Элли соглашаются и берутся за новое расследование. Для юных читателей и любителей волшебных сказочных историй, населенных русалками, единорогами и другими сказочными существами, в библиотеку поступило много новых книг британской писательницы Дэзи Мидоус. Хотите узнать, что снится единорогам? Если да, то открывайте книгу, которая так и называется «Что снится единорогам?». Оказывается, единороги живут в сказочной долине, и им снятся чудесные красочные сны, которые им навевает волшебный медальон. Но однажды он пропадает. Как же теперь единорогам выбраться из лап кошмара? Девочки из нашего мира, Аиша и Эмили, предлагают несколько способов. О каких вы узнаете, прочитав эту замечательную историю о дружбе и волшебстве. Любителей одной из популярнейших игр планеты Майнкрафт приглашаем в книжный мир этих компьютерных героев. Издательство Бомбора выпустило дневник Стива, приключенческую серию длиною в 14 книг по этой популярной игре. Для маленьких любознаек поступили книжки Вимельбухи. Это книги-головоломки. Они содержат минимум текста, иногда текста нет вообще. А рисунки насыщены деталями, в которых каждую иллюстрацию можно рассматривать подолгу, замечая все новые и новые детали и выполняя различные задания. Например, открыв книгу Джейми Харриса «Мышки в городе. Вокруг света», можно присоединиться к кругосветному путешествию на воздушном шаре с мистером Мышкинсом и миссис Крошкинс. Также для маленьких читателей большое поступление книг по обучению и развитию внимания, шления, памяти. Для родителей среди новинок – книги современных авторов по психологии и воспитанию детей. Все эти и многие другие новые книги ждут встречи с вами. Всего в библиотеку поступило более двух тысяч книг различных жанров. Приходите, выбирайте, читайте и получайте удовольствие от прочитанного. Спасибо за внимание!